Вторая карта противостояния между Астралис и Дигнитас еще есть у нас несколько, в принципе, секунд до того, когда начнется эта встреча. Все мы понимаем, что, конечно же, карта Мираж всегда славилась тем, что именно на ней проводились разворотные баталии. Но здесь в матчах регулярного сезона будет просто, друзья, обычный КС. Обычный КС, да, игроки все определенно высокого уровня. Ну и вот только что Астралис показали на Нюке мастер-класс своим оппонентам, что будет на этой карте пока непонятно. Матч ставится, как мы видим, на паузу перед стартом. Еще пара боевых рестартов, и все точно будут понимать, что это лова-лова. И мы будем готовы смотреть за второй картой. Дигнитас Астралис, ну, в принципе, интересный, конечно, у нас получился Нюк, явно не по коэффициентам, которые выдавали букмекеры. Даже тогда на карту Нюк что-то, по-моему, было 4.25 на Дигнитас. По сути, если бы где-то Фокс отыграл чуть получше в одном эпизоде, это могло стоить всего матча норвежцам. А по итогу, ну, теперь смотрим уже Мираж, который, ну, есть возможность, конечно, еще забрать. В принципе, Фокс достаточно неплохо играет конкретно на этой карте, но скорее в дефензе. В атаке же, в общем, как и в любой атакующей стране, у него есть определенные трудности. Ну, да ладно. Стартует Астралис с дефензием, пока это выход на апплэнт, и начинается он не без проблем, конечно. Он-то, ну, заканчивается, я бы уже даже сказал. Да, колбаски надыхают, друзья. Это, как бы вот назвать это простыми, понятными. Ну, вы видели, что было. Просто ребята выходят, встают на Тетрисе и в сэндвиче, и Астралис их спокойно принимают. Вот, знаешь, любопытно это все выглядело, потому что Астралис даже не думали уходить. То есть обычно, если в пистолетке уже там врываются, игроки атаки, ну, хотя бы делают это, во-первых, под раскидку более-менее адекватную, во-вторых, обычно в дефензе уходит в глубокий деф. Тем временем, друзья, в рамках ЕПЛа команда Virtus.pro вышла в премьер-лигу. Поздравляем. Я похлопал стоя, но, наверное, не стоит уже совсем так злобно шутить. Ну да, 2-0, пенте отлетели. Вот такие вот дела. Друзья, я напомню, ситуация была в прошлом сезоне ЕПЛа очень, на самом-то деле, забавная. Ее раздули с позитивной точки зрения. Но мне показалось немножечко странно, что для команды Virtus.pro в прошлом сезоне была специфическая поблажка, и они уже, как бы можно сказать, вылетев с чемпионата, сыграли там какой-то специальный был чемпионат, и дали им там, короче, слот опять. Ну, в общем, шоу только начинается. Но сегодня Virtus.pro вышли в премьер-лигу, и это, кстати, нехорошо. Тут зовите Диму Киселева совпадения, не думаю. Я уже рассказывал, на самом-то деле, что все-таки вот польский Golden Five, он играет немного не так, как играют все остальные, вы все это прекрасно знаете. Эти ребята умеют подготовиться к конкретному чемпионату и уже там выстрелить. Каким, кстати, скорее всего, они и будут готовить бомбу к мажору, да, потому что мажор у них на родине, он в Кракове, и, по сути дела, ну, ситуация выглядит таким образом, что мне кажется, что они сначала засейвятся, потом плотно побуткемпятся и дадут жару уже на мейджоре. Но об этом потом у нас Дигнитас Астралис, вторая карта. В матче было 2-1, забрали Астралис со счетом 16-14, показав нам очень строгий камбэк и как бы намекнув своим соперникам, что они здесь, может быть, и не пальцем деланные, но не совсем те ребята, которым стоит проигрывать проходной матч в интернете. 3-0, ну и дебют Дигнитас выглядит пока что неплохо. А ведь начиналось неплохо. Начиналось все вообще замечательно, взяли 4 раунда, летели в первой половине, во второй просто не давали шагу ни влево, ни вправо ребятам из Астралис, а потом, вот как ты и сказал, плохо, спица из колеса вылетела и колесо развалилось. Очень не вовремя, что немаловажно. Астралис, кстати, регулярно подобные фишки нам демонстрирует. И сейчас подобная история. В принципе, Мираж, ну, как и по мне, все-таки попроще будет даваться датской команде. А вот что здесь делать Дигнитас не до конца ясно. Ну, для начала разобраться с Дивайсом, который не лыком шит, по идее, должен забирать Джейкома, но промах от штатного снайпера команды Астралис. По итогу все живы, все здоровы, но, наверное, легким испугом отделался здесь норвежец. А может быть и нелегким. Может быть, так, игра через центр, при этом весьма агрессивная со стороны Дигнитас. Любопытная там была подсадка в окне. Ну и выжидают уже выхода. Кирбай находится за углом, и, в принципе, если его не прочекают, там вообще все должно быть трагично. Тенский погибает, ладеррум прочекать была, конечно, хорошая идея, но встретить там сразу двух игроков дефенза он явно не был готов. Ну, да. Соглашусь. Ну что, пока вот вышли в центр, хорошо, а куда выходить из центра? Это вопрос посерьезнее, но теперь уже можно подумать о коннекторе. Нет, ну у них там вариантов на самом-то деле много, просто суть такая, что если ты занимаешь центр карты, ты должен как минимум попытаться пробраться в парапет, вот без контроля позиций лифтов, либо окна, либо какой-нибудь крыски, которую вы оставляете в коннекторе, уйти действительно отсюда тяжело. Ну вот сейчас как раз та ситуация, когда GKM должен играть не в соло, но играют все от кола Рубина, а Рубин заколил то, что на, скорее всего, чисто и только кто-то... Что? Прости меня, ты поставил! Зипникс, как же он постелил жестко второго, Фокс вообще не имел ни малейшей возможности дать этот размен. Изи фраги, изи раунд для Астралия с четыре подряд. Ну, хурях зверь. Хорошее начало. Ну, я думаю, просто, знаешь, раззадорили ребят на первой карте, а на второй уже, на второй уже, в принципе, ничего не поделать. Показали, что можно побороться. Дигнита, что у них есть на это возможности, но не дотащили банально. И сейчас... Ну, было бы, конечно, очень здорово начать с позитивной ноты для себя карту Мираж. Понятно, что, наверное, проигрыш со счетом 16-14, когда ты взял 14 весьма и весьма быстро, это, наверное, один из самых максимально неприятных вариантов. Потому что, ладно, когда ты летишь 16-0, ты уже как-то уже... И понимаешь, что поезд ушел. А там все было в твоих руках, но ушло в последний момент. Девайс подорвал Рубина. Готовился наказать еще одного, но по итогу сам стал жертвой товарища Кромана, который не представляет нас радует. Его, на самом деле, нормально забустили. Он отлично отыграл свою позицию. Цель, в принципе, оправдывала все средства, которые попытались осуществить Дигнита. Снова реализация снайперской винтовки. Точно не их конек. И все, да, братская могила на центре в очередной раз. Тут сейчас будет трипл-выпад, и с ним уже, да, ничего ты не сможешь поделать. Братская могила. 5-0. Скандинавский салат сейчас, друзья, в исполнении команды Астралис. Они его готовят из своих скандинавов друзей. Команда Дигнита, в составе которой играет португальское АВП. Это Фокс. Напомню вам, друзья, что Фокс, для тех, кто забыл, выступал за SK Gaming на мейджоре, после чего долго определялся, как играть дальше. Но на пути ему встретились такие талантливые ребята, как Кроман, Рубин и Джей Кэм. Кстати, вот Рубина убрали из Норс очень даже зря. Если честно, я смотрю сейчас на Норс, вижу то, что там, да, Эйзи может в каких-то ситуациях. Но, видимо, Норс хотели национальный состав, и они его получили. Но вот, опять же, недооценили, наверное, Рубина в плане мотивации. А для него это старый новый Дигнита. Но, честно, иногда такое впечатление, что там не Вейзи явно проблема в плане того, что, ну, парень очень жестко стреляет. Да, там иногда определенные тактические вопросы. В общем-то, это, наверное, была классика проблем. Вот это, возвращаясь к Фоксу, Майки Лели, еще тому составу. Тогда они Кингвы назывались еще, которые сейчас остатки Фейс Клан. Вот стреляют классно, а что делать в тактическом плане, это не всегда понимали ребята. Они еще когда выступали за Фейс, они были в Минске у нас на чемпионате. Кстати, видел я, что вот очень много... С менеджером историю. Что он, да с менеджером история там вообще. Ладно, счет 5-0. И первые перспективы появляются у команды Дигнитас, если, конечно, вот этот вот... Слушай, как он сканирует? Я просто возбуждаюсь, когда смотрю на его вот эти вот выходы в зуме. Он просто человек-скоуп. Ну? И смотри, он сейчас один раз зазумится, с другой стороны ему швырнут в лицо. Смотри. Оп. Ну, вопрос только да. Когда щелкнет тот самый прицел, сам вышел. Ой, что-то со снайпером не пошло, да? Ну, по крайней мере, размен обеспечили. А бомбу-то поставить все равно не дали. Размен разменом. Ошибка от девайса, тем не менее. 2 в 3. И бомба вынуждена будет устанавливаться. Скорее всего, на кон... Нет, теперь уже точно в дефолт. Да, бомба в дефолте. У-у-у! Какой сладкий килл! Молотом туда же! Тесленко! Уважаемые зрители, для тех, кто будет этот матч смотреть в записи, я также вам напомню, что следите за трансляциями более внимательно. Ссылка в сообществе vk.com.slash.sl.tv. Всегда вы можете на youtube.com.slash.sl.tv найти анонс трансляции. Напомню вам, что сегодня и завтра здесь будут матчи ЕКС. В то же время, завтра, друзья, абсолютно такое же время для матчей. 8 вечера по Москве. Первое было 2 и 22.00 по Москве. Второе было 2. Поэтому не пропустите. Оставайтесь с нами. Ну и, в принципе, готовьтесь смотреть матчи ЕЦС именно на нашем YouTube-канале. Поэтому, если вдруг кто-то еще не подписался или не нажал на чудо-колокольчик, срочно это делайте. Для того, чтобы не пропустить наши трансляции. А тут пока очередной замес на Аплантей. При этом, достаточно неплохой для атаки. Девайс, ну, явно засиделся там. Теперь только вопрос в том, что сделать зимник. По мне было кола просто по ВП. Фокс очень долго игнорировал свое присутствие в коврах. Поэтому там уже не в девайсе дело, а в том, вот, в тех игроках, которые не смогли первой ролью вместе сыграть с КТ-респауном из-за дыма. Ну, по идее, они вместе должны были действовать первыми. Чтобы ситуация вышла в равную. Но, как видим, 2 в 3 выбивания тяжелые. Да, ну, такой раунд нельзя отдавать. Фокс настолько сосредоточен, что просто с ковров готовится. Готов встречать в коврах. Второй, на самом деле, для Дигнитас, скажем так, самый важный раунд им предстоит взять именно сейчас. Все-таки последняя экономика остается. Девайс решает вообще тушить без пельцова на своих оппонентов. Берет супер Девайс. О, хорош, Глэйв. Вот дестабилизатор просто всей ситуации в атаке. Сразу не дал зайти на мидл. Это такой специфический знак для Дигнитаса, что на бейте нельзя, давайте занимать мид. И вот если сейчас они побегут, их просто услышат. Да-да-да, Девайс. Ну, заколбасил кром на 20 кп. Остается у его разменного игрока. Это Тенский. Ну, интересно, как эта парочка отыграет. Ну, понимаешь, к ней должны быть... Вот там чувак с парапетой сейчас просто слышал. Он должен был слышать из копы и вообще все, что там есть. Странно, если не прогибли. Там уже два человека на б. Там все, там катастрофы в перспективе. Но верят в свои силы до последнего эти ребята. Ну, и Кзипникс играет максимально грамотно сейчас. Позиция закрыта у него. АВП, если откроется, на него погибнет. Уже созвали еще третьего тиммейта. Рубина, Джейкем должны открываться. Фокс находит минус. Кзипникс, спрейдаун. Мог бы и второго забрать. Ну, тут на самом деле самое главное дать инфу. Сколько осталось. Ошибка в стрельбе от Кэрбаи. Рубин один на один против Дюпри. Слишком... Ой, Рубин просто божит. Ну, вот зря его. Зря его, опять же, напомню, убрали из команды Норс. Но всегда вот этот парень, он играл в коллективах. Ну, например, там не тир один, да. Нельзя было назвать команды, в которых он выступал строго тир один. Это как жену про Норс сказать, что не тир один. Но они где-то выиграли, но потом не смогли. И удержаться на вершине. И вот именно этот чувак, я с ним помню, очень много поворотных моментов. Еще начиная с онлайн-частей Старладера, когда призовой фонд был настолько маленьким, что Counter-Strike казался шуткой. Итак, 3-5, два раунда разницы. Но в перспективе, судя по всему, один раунд разницы должен быть Дигнитас. Ну, подожди, подожди, подожди. Тут еще с пистолетами ситуация такая, что и Астрали знают. О, он видел тень. Да ладно, девайс, девайс видит. Сразу понимает абсолютно все, что происходит. Хоронит двоих, подбирает АВП, уходит в яму. Яму никого не видит, знает о том, что был один игрок еще в планете. Самое главное, сыграть сейчас против фаербокса. Аккуратная позиция не рискует, знает о коннекторе. Кромен, выпад, и это неудача. 2 в 4 на ровном месте благодаря Николаю Ритцу. И ошибки в исполнении ребят из Дигнитас. Слишком поздний выход с ямы сделал свое грязное дело. Главия пытается выкурить, но даже он, находясь в коктейле, Тесленко умудряется вылезти и дать в голову Сьюспа Патенский. Молодой, талантливый. Отдается Николай Ритц, просто MVP раунда 6-3. Это чудеса от Астралис и экономика команды Дигнитас просто улетает псу под хвост. 2-2-4-50, 2-7-50, 3-5-50. Это Кромен, это самая лучшая финансовая статистика. Сразу видим, залетает у Дигнитас пауза. Вот так вот, нельзя расслабляться. Как Астралис это делает? Кто мне объяснит? Напишите учебник по тому, как Астралис берут пистолетные раунды, потому что это просто жесть. Девайс, идеальное понимание игры, отличный тайминг, немного везения и по итогу трипл килл практически на халяву получил он. Но килл от Гвейва, это по-моему вообще жесть была полнейшая. Просто стоял, горел, вышел, увидел, что его все еще проверяют, а стал стреляться и Суспа перестрелял оппонента. Это жесть, друзья, жесть как она есть. Дигнитас сейчас, ну, мне кажется, эта пауза нужна, как минимум, чтобы приумерить свой пыл. У них, вероятно, полыхнуло очень сильно по окончанию того раунда, учитывая то, как все-таки против них нагло отыграли. Ну и теперь надо браться сразу. Это они понимают прекрасно. Покупая себе UMP-пистолеты и надеяться на этот небольшой форс. На самом-то деле, вот, очень слабо верится в Дигнитас. Вот знаешь, мне кажется, что в интернете они сейчас будут напрягать очень многих. Очень многих. Но первый же ближайший лан-турнир и только такой чемпионат может показать их реальную силу. Но если взять опыт Рубена, Фокса, Джейкэма, который, кстати, был далеко не последним в Фейзах, он только, знаешь, вот когда узнал, что его точно кикнут из команды, и там где-то примерно еще неделя оставалась до конца официального прекращения его контракта, тогда было видно, что он уже забил. Потому что парень бегал 2.15, его все устраивало. Но, видимо, все-таки в этой ситуации Нафанила здесь у него есть возможность начать новый старт, тем более, что он не такой уж и взрослой. Но пока, друзья, тренд этого дня – это Virtus.Premier. Вот так. Virtus.Premier. Но грустно, на самом деле. Кстати, вот ты говорил на тему того, что готовится ВП к ланам в Кракове, к мейджору. Ну, конечно, так-то оно точно. Но почему-то у меня сразу на памяти, знаешь, другой лан, который проходил в другом большом городе, Катовица. И вот там господа медведи даже из группы не вышли по итогу. Хотя, казалось бы, домашний ивент. Эх, вот грустно-то было, наверное, тем, кто приехал поболеть. На самом-то деле, как играли, так и получилось. Но тем, кто приехал поболеть, конечно, да, неприятно было. Что-то я сразу второй сезон Star Series вспомнил, и аж как-то сердце защемило. Ну, ладно. Пока очень мало ХП, но очень много живых игроков у Астралис. Ну, у меня, если честно, вот сердце давно не щемит за такие команды, как Virtus.Pro. Потому что все мы эти истории уже слышали много раз. А вот обижаюсь, я знаешь, больше на молодые команды, которые... Даже не то, что обижаюсь за их результаты. За молодые команды, которые чуть-чуть не добирают для того, чтобы переворачивать. Но, наблюдая тенденцию, как растет уровень и конкуренция между коллективами, вся вот эта вот общая ситуация, она меня радует аж до слез. Потому что, ну, есть Counter-Strike, есть Киберспорт, появляются новые лица. А в СНГ-то как сейчас все интересно становится? Да, у нас один минор, друзья, сегодня просто бьет все рекорды и отборочные на него. Ну, вот сегодня Спартак отправился точно на минор Лан. На Лан, друзья. Первыми. Напомню вам, что Лан пройдет в Москве в июне. Сегодня вы сможете к нам прийти на место проведения. Мы с вами с радостью познакомимся, пообщаемся. Можем выпить чаю, можем выпить кофе, можем пошпилить в КС. Ну, а у нас выход на точку А и чудовищная доминация Кроменом с Глака. Капитана вражеской команды. Забайтил, забайтил. Кромен, ну, все-таки задавили его там, конечно. Вряд ли бы ему дали оформить еще один минус. А вот Тенский свой килл находит. Да, но тут он уже просто... Набис. Свой нашел, набис. Но этого мало. Этого мало, чтобы все заканчивалось. Это 8-3. Как бы пока разгромчиком все это попахивает. На самом деле, 8-3 это абсолютно нормально для этой карты. С учетом уровня команд. Это абсолютно нормальный счет. Вы берете 3. Вы долго мучаетесь с тем, где пробиться. Вы долго подбираетесь к слабым позициям соперника. А с командой Астралия, с этой, черт возьми, тяжело. У этой команды нет слабых позиций. И то, что, например, они там уступили как-то в финале на Старсерии. Тому же Керригану и команде Фейс. Говорит только о том, что Керриган знал, как думают эти ребята. Потому что провел с ними, ну, буквально больше двух лет. Вот Керригану огромный респект в плане капитанства. Он явно переиграл Гуэйва на том турнире и сейчас. Что будет происходить? Гуэйв переигрывает просто всех. Ну, двоих, по крайней мере, похоронил. Дальше включается Кирбай Девайс. Это Девайс, это Девайс прикрыл. Я уж подумал, он здесь устроил бам-бам-бигала какой-то. А вот и последний красавчик. Кромен, Кромен, бонжур. Ну, это Рубина был, но Кромен погиб чуть раньше. А, Рубина, да, Кромена раньше убили. Просто Кромен три раунда подряд выходил в спину. И вот теперь решил умереть первым. 9-3. Вот теперь уже можно говорить о разгроме, потому что не остается экономики и шансов на то, что Дигнесс останутся хотя бы с шестью раундами крайне мало. Их может спасти ситуация только если они возьмут эту пистолетку. Ну, в общем-то, мы помним карту Нюк. Там все закончилось со счетом 11-4 в первой половине. И после этого смогли выйти на 11-14 в свою пользу норвежцы. Но вот это Мираж. И здесь атака у Астралис, ну, весьма вероятно, будет очень опасной. Просто за счет агрессии индивидуального скилла. Они способны иногда выйти на любой из плантов. Здравствуйте, говорит сейчас Рубина. А планту, правда, там же и погибает. Следом за ним гибнут его тиммейты. Только один минус от Фокса. И, в принципе, пока какая-то изикаточка у нас на Мираже. Ну что ж, что у нас остается на последние раунды уже? Всего два в первой половине еще предстоит отыграть команде Дигнитас. И тут они уже закупаются по полной. Появляется то самое АВП в руках у Фокса. Остальные тиммейты играют на калашах плюс раскиде. И такое впечатление, что за исключением пистолетки мы ничего агрессивного от них-то и не видели. Ну, вы помните эту пистолетку. Назвать это здравой агрессией, наверное, будет грубо. Сейчас достаточно интересный тайминг выбирают для выхода под коннектор. Кербай мог погибнуть, но здесь ему отчасти даже немного везет, наверное. Ввиду, чего дают Датчанину перестроиться. Так. Ну, когда у Фокса АВП есть, у меня основание полагать, что... Ну, на Б. У него там получилось... Получилось, но не в этом раунде. Конечно, его сейчас... Что? Посчитал по головам первый, второй. Джей Кэм понимает, что это была позиция Делпана. Пытается ответить, но уже поздно. Надо забирать бомбу и пытаться совершать маневр. Но как... Вот, у меня нет слов. Он просто на ходу ловит пилюлю с дегла и... Размен от Рубана. Ну, Рубан попытается запотеть. Ну, главный снайпер. Глава одного. Глава одного. И Рубан выбирает максимально гибкий вектор атаки. Он будет проходить с парапета. Лобовая атака с одной стороны. С другой стороны. Очень умный шаг. Если он делает минус по своему оппоненту в зигзаге, это Дюпри, который, кстати, в свою очередь тоже с АВП, то нет, он его не делает. Тем не менее, если бы он забирал здесь игрока защиты, ситуация была бы для него... Вполне реальная. Да, максимально удобная и даже более чем реальная. Вот на тему Рубина этот парень пока что, по-моему, отыграл с АВП по качеству не Фокса. Вот в моей памяти Фокс это тот парень, который погибал, после чего его АВП доставалось Рубиной. И тот делал из него хоть что-то. Сейчас же тоже была такая возможность, но, видимо, не угадал с позицией Дюпри. Вот Фокс мне на самом деле напоминает игрока, который готов от команды делать много минусов, но играя постоянно от команды, не проявляя себя индивидуально, ты вряд ли сможешь произвести хорошее впечатление на тиммейтов, а именно эти моменты, они очень важны, что... Шквальный огонь намечается в дефензе. Половина 11-3, это тяжело. Так, ну, с долпу насогнали. Ну, видишь, он уже там девайс со скаром, да. Но он уже, видишь, пытается просто выходить и хотя бы понимать, как они там стоят. Потому что, начиная с пистолетного раунда, все игроки атаки, заходившие с ямы, никаким образом не могли противостоять защите Апланта. 2-3 после убедительного размена со стороны Дигнитаса, как Джей Кэм и его тиммейт Кроман не удержали это преимущество, абсолютно неясно. Ясно только то, что Рубин и Тенский попробуют дело довести до конца, но у них полное непонимание ситуации на карте. Они не знают, что делать с коннектором и не понимают, стоит ли идти на B. Появилась вторая плетка на экране у Дигнитас. Они осознают, что тут совсем все плохо для них, в плане того, что надо как-то выходить на точку. А ведь из раскидки только одна флешка, и как ты выйдешь на тот самый Скар, при этом не погибнув, нужны какие-то просто супер префайеры и четкое понимание позиции оппонента. Но одну плетку победы уже выбросили, Дивайс свичнулся на калаш, понимая, что не стоит ему так заигрываться. И, кстати, ну вот Дефенс четко уверен в том, что это будет бпоинт. Кзипникс как минимум отчасти прав штрафует Тенский, а вот дальше пошел стреляться. Это была ошибка, Тенский дает килл, но Рубина гибнет, и это главная проблема Тенский, что только что повесил. С вертухи. Старается, старается. Он, опять же, самый молодой игрок состава, если я не ошибаюсь, и в его интересах здесь, опять же, демонстрировать тот максимум. К сожалению, ему не хватит просто здесь времени, чтобы найти Глейва, а это единственный вариант, который бы его устроил, потому что он смог бы выиграть матч, но половина заканчивается, грубо говоря, разрывчиком для его тиммейтов. Тем не менее, постарался, молодец, это засчитывается. Видим то, что тренером, по-моему, является сейчас Зивис. Да-да-да, Зивис – это тренер команды Дигнитас. Этот игрок норвежской Counter-Strike-сцены вот тоже выступал в одном из составов, который спонсировался рефрешем, тем самым холдингом, которому принадлежат Астралис и Норс. И, по-моему, если я не ошибаюсь, Трикет и Героик. Насчет Трикет я сомневаюсь. Опять же, этот чувак так же катает иногда вот в соло на ИСе. Попадался он мне просто где-то примерно месяца два назад. И, кстати, вот он играл с каким-то тоже вот игроком с Норвегией, но ник там был. Здесь этого никому не видим. Итак, Астралия, сентри-фраг на Б, пленте. Ну и, по-моему, все. Песня спета, катка закрыта. Глэйв. Глэйв вообще просто сейчас тушит Рубина. Вышел никуда сейчас Глэйв по итогу. Не, на самом деле он дал информацию. Этого, в принципе, будет достаточно. Непонятно, почему его тиммейты так безопасно играли на Б и не пытались помочь закрепиться с бомб. Ну, бомба даже встала не в парочку. Вот это ошибочное, возможно, даже где-то решение. У Рубина банально пуль уже не хватает. Параллельно звено из Кичина пытается открываться. Все, на разменах действует у команды Астралия, что позволяло им выходить на 2 в 2. Но внезапно погибает игрок на шорте. И теперь уже у Кирбая могут быть проблемы. Ну, здесь танцшмансы. Правда, в ситуации один на один Тенске более... На китов нет. Да, don't be a loser by a diffuser. Вот так и проигрываются матчи, друзья. Ну, друзья, да, тут изи действительно изи. А вот следующий матч, я уверен, будет намного интереснее. И там французы, которые... Французы из Энвес, которые пытаются вернуть себе былую репутацию, былую славу, будут играть с коллективом Фейс, с чемпионами Star Series этого сезона. Тоже best of 2, друзья. Ну, и вот за Энви будет приятно понаблюдать, потому что, во-первых, нам интересно, что там с бельгийцем, его подопечными. А, кстати, французы там играют свои любимые карты. Инферно и Трейн. Ты видел статистику эту забавную? Когда парни на ESL отыграли Инферно Трейн против Астралис, а потом на Эйцейсе то же самое. Просто понимаешь, против Фейс очень, очень как бы... Эх, очень неудобные для них это будут карты. Это да. Мы помним то самое Инферно, которое на Star Series стало роковым где-то для Астралис. Ну, кстати, друзья, пока вести с полей, что у нас происходит в рамках квалификации к СНГ Минору. Увидим мы Spirit Academy, уже непосредственно на самом Миноре отыграли они Evolution 2-0. Феня, Роми, Никель, Бэк, Люк и Бас, Люк, Красава, Малорик, увидимся с 8 по 11 июня в городе Москва, Геймер Стадиум. Так, также сегодня Evolution. Мы, кстати, пока говорили тут ретейк. Ну, ретейк не ретейк. Счет-то все равно, на самом деле, понятный. Не комбэчный достаточно. Хоть что-то. Ну, да, я не думаю, что Астралис отпустят. Слушай, они выиграли такой нюк, что они сейчас себя чувствуют богами. Они могут здесь еще и подурачиться раундов 8. А потом сказать, ну ладно, можно, в принципе, заканчивать. Самое главное, не дурачиться 12 подряд. Ну, тогда да, тогда будет беда. Но мне кажется, знаешь, даже в таком случае спустя раундов 10, там, я не знаю, какой-нибудь девайс скажет TeamSpeaker. Ну, все, я наигрался, теперь давайте заканчивать с этим. И традиционно деглы, какая-нибудь одна эмка в закупе. И Астралис убивают 5 в 0. Мы это видели с вами неоднократно. Не только в этом матче, да и в принципе в киберспортивной карьере этого коллектива. Ну, сейчас ситуация немного иная. Девайса целых три в распоряжении. Датчан, два Калаша, UMP45, ну, а также два Тека. Более чем реальный бой для них. Вопрос только с вектором атаки. Нужно найти энтри. Энтри находится, между прочим, гибнет рубина на шорте. И вот теперь дефенс, по идее, должно получиться расшатать все-таки. Забрали хопующего на Б. И параллельно играя против окна, ну, оставляет себе возможность выходить и в коннектор, и в шорт. И при этом остался безнаказанными. Ой-ой-ой, а Тенске-то наказывает. Скаут в его руках взлетает. Девайса уже минусанули, но при этом второй килл найти так и не получилось. Пока просто тачдаун и выбивание 4 в 4. Позиции, кстати, хорошие. Есть еще ПЛС. Ну, хорошее начало, но вот позиция с КТ. Ну, вместе, вместе, отлично. Один отвлек, второй все сделал. Два в три ситуации. И от того, как сыграет коннектор, зависит судьба этого раунда для команды Астралис. Кейрбай второй. Ох, как... Ну, не совсем правильно. Ну, а теперь уже совсем не ясно, Дигнета, что делать. Кейрбай играет во время... Ох, и шай вешает потенци. Какая отвесюлька просто сейчас была от Кейрбая. Блестящий хедшот, друзья. 4 на 4, минус деньги. Но это ГГ. Это ГГ, по идее. С этим нужно только смириться. Увы, так оно и есть. Судя по всему, Дигнета не смогли показать такого классного камбэка. По крайней мере, его попытки, которые мы видели на нюке. И, соответственно, нам лишь остается ждать уже следующего матча, по которой, судя по всему, не за горами. По расписанию, через 23 минуты начинается встреча. Энвиас против Фейс Клан. А мы пока смотрим за... Ну, возможно, концовка и, возможно, нет. Джейком вот не согласен заканчивать карту Мираж. Отличный хедшот. Дивайс уже отлетает. В следующем гибнет Идюпри. Дигуи продолжают работать. Поджим спину от Фокса прочитали. Здесь Астралис. Но все еще находится втроем против четверых. Рубина по-прежнему живет. Но его таки задавили. Тем самым заняли бэпплэнт практически до конца. Но Джейком-то все еще здесь. Стэнский к себе сзывает. Ну, 3 в 2. Кп не так-то и много. Но дигуи работают. Джейком какой хедшот. Прострел он по Форесту вешает. И вот что тут Гуэву предпишешь? Он должен... Подожди, подожди. Он тут типа... А он не знает о машине. Он не знает о машине. Он полностью потерялся в этой ситуации. Двоих, конечно, он вычислил. Аж смешно. Но, опять же, про Джейкома колл, по идее, просто не прошел. И все заканчивается со счетом 14-5. Итак, будем наблюдать за тем, что сейчас будут делать Астралис. У них, по идее, будет дроп. Да, они форсируют раунд. Вот они сыграют за кубку, на что им хватит. А вот их оппоненты... Вообще, очень туго, конечно, получилось вот с этим Б-плунтом. А все об Джейкома убились по итогу. Посмотри, да, и посмотри. Дигнетес решили сыграть контратаку на центре. Попытаются ворваться на позиции атаки. А здесь, опять же, все очень закрыто. Концентрация игроков очень большая. Но с Кальтом, да, с Кальтом можно. Тенский. Вот хотел сказать, что все схвачено. И что сейчас погибнет и второй игрок. Но нет, Тенский. И поймал для себя хороший тайминг. Хотя, вроде как, его тоже там ожидали. Ай, и вот Фок сейчас совершил огромный косяк. Он спалил позицию в парапете. И самое смешное в этой всей ситуации то, что Астралис понимает, что играют против четверки. Это значит, что, скорее всего, на Б вообще один или никого. И они это точно знают. Только если не за Аркадий или Яму. А так как номер 0 в коврах, это X-Apex. Понимание присутствует. Ну, больше некуда. Скорее всего, фейк сыграть попробует Астралис. Создадут видимость атаки на А и попробует просочиться на Б. Но и тут я неправильно понял их действия. Посмотрите, как они делают стяжку. Они хотят сыграть сплит Аплента. Но, скорее всего, с подсадкой в окно. Ну, сплит весьма вероятно, что может погибнуть. Очень много игроков дефенза и позиции классные здесь. У Сайпикса просто позиция очень-очень классная. Если он ее реализует, он может и закрыть Аркаду с джангла. Но они не знают про Яму. Они не знают про Кромена. Фокс. Находит Гуэйва. Следом Кирбайт летает так же. Ну, только Дюпри смог дать размен. В общем, все не очень хорошо. А вот Джейком... А вот здесь, да. Здесь застал врасплох. Не знают, где Кромен. Надо проверять Яму. Забыли про Яму игроки атаки. И все. Это минус бомб керри. Дюпри. И он его... А там был Максевен и Усп. Он его не убил сразу. Вот это трагедия, друзья. Если сейчас Ксайпикс выиграет раунд у Тенски. Дигнита ставит крест на этой карте. Тенски знает, где соперник. Понимает, что это Яма. Ну, единственный второй вариант может быть. Это Дживи стайл. Когда ты оббегаешь с респауна. Оно здесь все более очевидно. Тенски просто вычисляет. Спокойно делает этот минус. Счет становится 6-14. Борьба для Дигнита продолжается. Но с какими трагическими усилиями они все-таки едва не уступили. Вот насколько сказался сейчас жестко закуп команды Дигнита. Не было денег на полноценный байк. Роман решил рискнуть. И в Аркадии он играл с Максевеном. И по итогу Усп на руках. Банально не смог добить в спину ставящего бомбу своевременно. Но за это чуть не поплатились все игрой. А так продолжается противостояние. Норвежцы пытаются отвечать. Но пока дорога их будет очень долгой и, поверьте, непростой. Снова те самые Диглы появляются в руках. Ну, Астралис. И вот теперь точно надо побояться за свои позиции. Играть сверх строго и аккуратно. Дигнита иначе могут пострадать. Продолжаем наблюдать за событиями. Замечательные второй карты противостояния Астрали с Дигнесс. Опять же, друзья, напомню, матч регулярного сезона. Мы подключаемся с прямыми трансляциями, конечно же, под конец сезона. Ввиду сложностей, которые были вызваны, опять же, сменой площадки. С твича на ютуб, но это все очень-очень долго. Ютуб еще в плане гейминг-контента не так развит, как... Я имею в виду именно стриминга. Не видеоконтента, а стриминг-контента. Не так развит. И на Бэпленте сейчас могут быть проблемы. Но проблемы здесь только для Астралис. Ну, опять же, Фокс пишет nice. Thank you. Пишет Дюпри. Но все мы понимаем, что на самом-то деле Дюпри его даже не ощутил. Он просто вышел... Вот позиции плохие. Все, черт вас два. Только хотел спросить, ощутят ли позицию под... Ощутили более чем. По-тенске, если влетает голова от Кирбая, то это до свидания. Бомба за фаербокс, это уже очень плохо. Но вот Кирбаю надо, конечно, сейчас сыграть против... Класса все. Он видит, но, опять же... Не, микро хорошее. Он понял, где оппонент. Но, опять же, повесить хедшот в такой ситуации очень тяжело издегла. И смотри, ситуацию решили спасать вдвоем с коннектора. А рассчитывают на то, что игроки защиты вдвоем будут действовать и пойдут давить яму, чтобы сыграть на размен. Отличный момент. Отличный момент сейчас для того, чтобы проявить инициативу. Ксипнекс, если сдохнет, это будет просто чудо. Приходит второй. Ой-ой-ой. Все проще оказалось параллельно. Ну, по идее, они почти взяли этот раунд. Единственное, чего только не хватило, это скорость и действие ксайфиксу удачных. Мог закрыть первого и не дать дифузить бомбу. Тем не менее, Дигнгтас сыграли немного нелогично. Они вместо того, чтобы выкурить позицию ямы, попробовали как-то растянуться по плунту. По итогу это получилось на опережение действия. То есть они даже не играли против каких-то конкретных позиций. Тупо вышли дым, дифьюз и параллельно двое прикрываете. Ну, теперь девайсы в руках команды Астрали. Дигнгтас свои семь забрали. И в расчете на везение Фокс играет на реализацию первого респауна. Занимает быстро ковры, но экшен действий со стороны датского коллектива там нет. Датчане расположились с троем под ямой. Два человека под Б. Это шифрованный раунд с дымами на. Но, скорее всего, мы увидим лишь только видимость атаки. До конца их план непонятен. Нет, два игрока проходят на сплит-выход. Будут действовать вторым звеном в коннекторе. Кэрбай, минус Фокс. Вот тебе и позиция на коврах. До свидания, снайпер. Говорят, сейчас Астралис. Отличный шанс для них. Кроме на тоже перестреливают. Ну и теперь весь Аплант можно считать закрытым. Для команды Астралис последний Бултенский. Находился он в коннекторе, но тоже недолго воевал. Ну, игрок Б-планта, он же GKM. Здесь вряд ли что-то сможет сделать. Об него, как об камень, теперь уже точно никто не разобьется. 15-7, друзья. И, по идее, все, что нужно, это взять последний практически бесплатный раунд для датской команды. Обращу внимание, что ту серию, которую Дигнгтас выигрывали, они теряли постоянно очень много девайсов. Так и не смогли вернуть свою экономику, скажем так, в состояние... В состояние-стояние. И в итоге Диглы, первый армор, у кого-то второй, кому повезло. Это Фокс, ну, снайпер всегда со вторым, красава. Ну, тут, конечно, уже все. Все оптимальные шансы камбэка упущены. А команда Дигнгтас сейчас нашли уже Кромена. В общем, можно сворачивать эту катку. Говорит, что она была весьма простой для Астралис. Дюбрики, Упо Джейкому, ну, и постепенно прощаемся с командой Дигнгтас и готовимся здороваться с Фейзами и Энвиас, которые, ну, вот-вот уже начнут свое противостояние. Что ж, друзья, 16-7 заканчивается эта карта. Ну, что тут сказать. Дигнгтас, опять же, только-только начинают набирать обороты. Ребята из команды Астралис по-прежнему просто. Для них это все еще те самые проходные матчи, которые... Ну, они с ними просто справляются, как с любой сложностью. Ну, а нас с вами ожидает продолжение сегодняшнего игрового вечера. Мы будем через несколько минут смотреть противостояние команды Энвиас и команды Фейз. С одной из карт будет Трейн, а вот первая, 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 первая будет Инферно. Опять же, как мы упоминали, это любимая карта этих команд. Но посмотрим, как там Энвиас, потому что последние их результаты были не совсем удовлетворительными. Ну, на тему Энвиас там интересно. Они один раз выиграли, у Астралис один раз поиграли. На одних и тех же картах как раз тех самых Инферно и Трейна. Что же, теперь получится против Фейз, друзья, узнаем буквально минут через 15. Вот, кстати, группу нам вывели. Можете судить сами. Первые четыре команды выходят на ланфиналы, которые пройдут в Лондоне. Сейчас вам даже скажу конкретные числа. В 20-х числах июня точно помню. По-моему, если не ошибаюсь, это Уэмбли-Арена будет. Ну, опять же, там будет видно. Друзья, все, у нас небольшой музыкальный перерыв. После чего мы возвращаемся с нашим репортажем с ИЦС Лиги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!